Доброе утро, Полтава! Доброе утро, Полтава! Как мы обещали, в понедельник мы начинаем, стартуем. Вот, сегодня мы пьем вкусные чаи. Франсуа, оказывается, продаются не только. Тут такой чай? Просто бомба! А у меня имбирный. Вот, сегодня хотели поговорить по поводу... По поводу. Света приехала со Львова, ездила группой журналистов во Львов. Это у вас отдых был? Да, это отдых был. В принципе, кто хотел, мог и поработать. Собирать много для себя материалов. Я вот приехала, заболела немножко, потому что по дороге назад полная курточку не застегила ничего. Убегала на пидстопы. Ну, ты у нас любительница. Да, сижу сопли. Наш сегодняшний гость, я так поняла, либо проспал тоже один из тех журналистов, который ездил. Нас ездило еще почти 50 человек, Саша. Одним автобусом? Одним автобусом. Все поместились, единственное, ну, там, кому неудобно, кому удобно, но само понятие Львов. Я там была в последний раз, когда мне было 5 лет. То есть, разумеется, не архитектура, ничего не помнится. Тут у меня выгляли. У нас был вариант. Либо ты мог пойти с экскурсией. Тебя вводили экскурсию уже запланированную. Там несколько часов экскурсии. Потом давали время на то, чтобы погулял сам человек. И также, кто хотел, не хотел идти на экскурсию, мог идти куда угодно. Ну, на все четыре стороны. Приходи только ночуй. В гостиницу мы ездили на одну ночь. Ну, и потом на автобус. Я и до гостиницы не добралась. Ну, у меня друзья живут во Львове, поэтому я выбрала с ними переночевать. Но, при этом, хотела, знаешь, что сказать. Вот это вот, на мой взгляд, я думаю, многие журналисты и коллеги, которые ездили со мной, согласятся. Несмотря на то, что все разношерстные, все журналисты, разный возраст, разные взгляды, как политические, так и взгляды на журналистику. Совершенно разные люди морально. Несмотря даже на то, что каждый разбился по своим кучкам. Ну, были, разумеется, кучки там. Молодежь с молодежью больше, там, какой-то коллектив, ну, со своим коллективом вот объединились. Но, при этом, данная поездка дала возможность дружиться еще больше друг друга, увидеть журналистов. Больше пообщаться. То, чего мы не можем сделать в последние дни. Потому что, где мы видимся? На сессиях, на работе, на мероприятиях разнообразных. На 5-7 минут, привет-привет, и все. Ну, это рабочие, да, моменты, которые... Не расслабишься так, как, например, в одном из арт-кафе Львова, которых там просто умопрощительное количество, там, за вокалом вкусного пива. Вот. По поводу мусора, кстати, что я обратила внимание, там, куда ехали, вот такой вопрос был. Что ж там со львовским мусором? Это я просил. Ребята, так вот, я вам скажу, все, весь автобус 50 человек журнал про мусор. Ну, я не знаю, что будет отписывать там, не отписывать, озвучивать на своих зданиях. Центр чистый, асфальт чистый, там, как бы, нету площадка чистая. Ну, опять же, там почти миллион, там очень много людей, очень много туристов, поэтому не странно. Мусора в центре нету. Но, так как я ходила ночевать к подруге полчаса пешком ходьбы от центра, километраж не скажу, то там мусор я наблюдала, как ночью, когда мы шли, так и я от нее выходила где-то в 11 утра, то тоже там завалено мусором, я сфотографировала это дело. Ну, есть мусор, который не увозится по окраинам, то, что я видела. А центр чистый, спокойно. А не заметила, вывозят, ну, машины какие-то? Не видела. Ну, в основном... Ну, мусор это в баках или помимо баков есть? Помимо баков валяются, ну, вот, реально срач. Помимо баков. И много? Ага. Ну, я не скажу, что аж такие огромные. Давай так, в сравнении с полтавскими баками мусорными. Полтавскими баками в том году, когда не смогли вывезти из-за кучи снега, когда напалило. Где-то, ну, такое количество. Ёлки рядом, на ёлках мусор, который уже там не один день собаки порвали. Ну, вот такого вот. Ну, то есть там, ну, вывозов несколько точно пропустили. Больная тема. Снег. Там есть снег? Есть. Ну, опять же, у меня там не одна знакомая живет. У меня там одноклассница. Она говорит, асфальт почистили, центр именно для пешеходов почистили. Но они велосипедисты. Люди у нас, как всегда, с чем-то недовольны. Велодорожки набросали у нас с асфальта из пешеходных на велодорожки. И велосипедисты теперь не могут развинуться с обычными людьми, которые ходят по дороге. Это немножко меня откатилась. Ты у друзей была или все-таки удалось по музеям где-то пройти что-то увидеть еще? Помимо внешнего фасада. Меня водили. Меня водили. Меня водила подруга, одна подруга там львовянка коренная. Она меня поводила по музеям, но она устроила мне отдельную экскурсию. То есть, если остальные журналисты ходили, у них тоже была интересная программа и храмы. Ну, больше там на храм акцентировалось. То меня водили на речку Ванючку, на которой построен львов. Ну, посмотреть там, где ее снимают на видео. До сих пор, чтобы не забывали. Полтва. 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 Потом в музей аптеки сводили. У меня подруга фармацевта, она показала все три этажа и подвалы. Как там дяды изготавливали, порассказывала истории. Как восточную медицину. Закрыли дверь. Всякие вот пигулки. Очень нравится львов тем, что люди там сохранили исторические какие-то ценности свои. То есть, маленькие предметы, маленькие аптеки. Он же был в свое время торговым. Извините. Немножко приболело. Он был в свое время торговым и там очень много было всего-всего-всего. И если брать там музей аптеки, там маленькие аптеки. Причем разных стран производителей. Разные баночки, шкляночки, яды там. Ну вот это все аккуратненько у них сохранено. И ты можешь подойти, пошупать без экскурсовода. Посмотреть некоторые предметы. То, что нельзя трогать, там говорят, что нельзя трогать. Пишут. И как бы не обязательно. А еще арт-кафешки. Как мне не хватает этого в Полтаве. Но я думаю, что будет. Потому что начинают развиваться ребята. Открываются кофейни интересные. Открываются пабы интересные. Стремимся и развиваемся. Там у них это более давно усиленно работает. Здравая конкуренция в кафе открыта у них. На этом фоне в одно кафе ты заходишь там. Во Львове считаю, что кофе добывается с подземли в шахтах. Ты знала об этом? Я пыла запаяну каву за 57 гривен. На смак, извините, львивяне, честно, как у нас 6 гривен с автомата. Но уровень подачи с таким большим пламенем. Тебя запаивают ее. Я думала, я сгорю там рядом сидят. В львивской каверне таки делают тоже. Я лично делал репортаж, да. В запарину каву? Да. Прикольно. Там прикольно тем, что именно в подвальное помещение ты спускаешься. Оно все кофем вот обтянут. Там вроде есть шахты, там тележечки. Вообще вот очень много тематических всяких. Мы заходили и в ВДСМ кафе. Некоторые коллеги вспомнят и улыбнутся, как там было весело. Ну вот, поездка, оно того стоило. И опять же, я, наверное, хотела акцентировать внимание, что не просто так нас туда повезли. Спасибо огромное за это. Организаторам. Да, организаторам. Не будем акцентировать внимание, кто и что. Ну, огромное спасибо, потому что я сколько, я уже два года, да, работаю у нас в ВДСМ. Я так близко с многими журналистами не общалась, не было когда. Да, я лично говорю свой, а субъективный. То мы разобщались. Ребята там брали жён, детей с собой, да. Открытое общение за бокалом пива, либо же чашечкой кофе. Показывают, какой человек изнутри. Это что мы не можем увидеть в работе. Поэтому, блин, это круто, кроме того, что посмотреть город, поведать друзей, поведать архитектуру. Без того, что миллионники, много людей там ходят. Но у нас тоже немало их есть, по количеству. Я правильно понимаю, неважно куда, важно каким коллективам. Нет, знаешь, никаким коллективам. Коллектив вот сплотился, потому что я же ещё раз... Так я же говорю, важно, какие люди вокруг тебя, и ты, наверное... Некоторые поотвивались там по своим группам, поуходили в... В сторону. Да, поуходили в сторону, но при этом мы-то ехали в одном автобусе. Мы там наперекорно... Сколько времени вы ехали? Ой, часов тринадцать, наверное. Ну, нормально. У меня попа деформировалась в плоскую за дорогой. Ну, излишки, как бы... Издержки. Да, издержки. Тем, что автобусом, ну, оно того стоит. Оно стоит всего. Повидать Львов, пообщаться, посидеть в кафе. Жили на территории садика, который 20 лет назад ещё был садиком. Но потом его переодевали под хостел. В принципе... Ну, кому понравилось, кому не понравилось. А нормальные комнаты там... По два человека может в комнате лежать. Ну, обычный хостел. В принципе, довольно-таки чистенький относительно. Я видела и похожа. Ну, что, наверное, будем меньше времени тратить. Света со своим позитивом съездила во Львов. Получила, как всегда, удовольствие. Наверное, очень хорошо, что я не ездил. Я бы ходил по мусоркам, там что-то снимал бы. Я поняла. Да, то есть, это субъективно было моё мнение. Потому что, вот, ты же не один такой. То есть, каждый ещё скажет, вот, я бы ходил там по мусоркам, бы искал... Ну, это я пошёл бы туда. Искал бы, куда там вывозится мусор. Пытался бы у львовян что-то там спросить. Ну, неважно. Нет, что я спрашивала. Люди очень добрые, открытые. Ну, в принципе, я ездила общественным транспортом. Ты на каком языке там разговаривала? Там, кстати, там очень много русскоговорящих. Очень много русскоговорящих и спокойно к ним относятся. Это всё миф. Вот. С топором за тобой никто не гонялся? Нет, всё спокойно. Мы даже провокации в Краевте устраивали, чтобы нас в карцер просто было. И? Не, подошёл мужик и сказал, что карцер сейчас не работает. Чтобы успокоились. Вот. Ну, я намагалась. Вот, когда заходили мы в кафешки, я разговаривала на украинском языке. Сама обстановка тебя провоцировала общаться на украинском языке? Очень красивый украинский язык у ребят, который мне очень нравится. Правильная речь. Вот ещё немножко с акцентом. То ты по воле и неволе сам начинаешь общаться на украинском языке. А русскоговорящих очень много. И никто за ними. И американцев много. И немцев много. И русских много. Также я акцентирую внимание только на русских. Там всех много. А откуда ты знаешь, что именно русские? По номерам машин как-то? Или как ты это делаешь? Да, ну я с людьми общалась немножко, да. А вот так. Мы общались, а мы сидя в кафешке там, где слово за слово люди приветливые. Город сам по себе располагает на общение. Поэтому, я не знаю. Кстати, мы попали на китайский Новый год. Там праздновали китайский Новый год. Драконы китайские летали с людьми. Много кто знает, как... Ну я не запомнила. Как будто на китайском с Новым годом. Люди шли там и кричали. Как будто китайский Новый реку Львове. Даже на праздник попали. Так что было весело. И если есть возможность куда-то поехать, поведать другие города. И еще раз их поведать, если вы там были. Не теряйте такой возможности. И едьте, общайтесь с людьми. Это очень интересно и позитивно. Вот. Ну что. Доброе утро. Всем доброго утра. Удачного дня. Хорошей недели. Здоровья. Здоровья. Здесь вкусно. Кстати, мороз. Ну не бойтесь его. Я целый с утра уже с пол восьмого на ногах. Ничего страшного. Мороз. Нормально. Зима. Я еле доехала. Транспорт немножечко задерживался. За морозом опять же такие сильных излишки. Сегодня нам уже сообщили. Да. В службе 15.80. Смотрите эту передачу тоже самое. Каждое утро мы стараемся вам доносить все, что было хорошего или плохого в городе. Всем улыбок и позитива. Всем удачи. И хорошей недели. Доброго утра. Поехали с кушаете клип perspective соkryв кар Scheфта. К染 obsessť ты. У訓ана. Якобы следして окружайте. И прийдете колегистки предварительно. Иmontаем такschäter. Медло о ей년. На жарной ужинку. Продолжение следует...